Вот, потому что мы очень серьезно занимаемся профессией. Это, извините, не там на поле или на стойке, это живые люди. К сожалению, очень-очень умирают. Потому что недостаточно денег, они сидят до последнего, когда еще какие-то финансы нет, а потом к нам поступают. Уже очень трудно их вылечить и оказать им первую помощь. Поэтому у меня убедительная просьба все-таки дать нам возможность, чтобы мы уже перешли достойно в город, чтобы достойное место заняли в городе. И как можно больше сохранить наших мест, чтобы с администрацией у нас все было хорошо. Потому что очень неприятно, что в кулуарах ходят, что у нас главный врач будет другой. Почему? Почему нас лишать нашего главного врача? За какие-то такие заслужения? В прошлом году дать заслуженного врача, в этом году уже решать вопрос о том, чтобы заменить главного врача. Почему так с нами все время происходит? Почему? Эти почему у меня очень много. На гель я не могу ответить. Пожалуйста, кто хочет еще выступить? Пожалуйста, давайте только высказывайте, кто вам зрели. А почему нас поставили госдравы? Почему? Горсдравы почему никого нет? Что-то мы все говорим. Администрации, госдравы. Складывается мнение, что горстравотдел, который является посредником между людьми, которые принимают решения в городе, это городским советом депутатам, высказывает мнение свое, которое нас, жители, и горстравы, не устраивает. Они видят больницу в очень врезанном виде, что нужно посокращать некоторое отделение целиком. У нас свое мнение, поэтому предложение какое? Чтобы мы, может быть, напрямую к депутатам обращались, потому что горстравотдел, как по вертикальной власти, не совсем, наверное, правильную информацию передает о необходимости существования этой больницы. Правильно, представьте себе на секунду, у нас здесь очереди, а теперь в городе есть очередь, и наша очередь переедет туда. Сколько времени человеку больному добираться по холоду или по жаре, неважно, или даже на скорую добраться, пусть его везут. Это что же, зачем это все нужно переносить туда? И вот, ну, мое мнение, что такое оптимизация, да, как с экономической точки зрения. Если у вас есть 20 отдельных отделений, везде главврач, везде там бухгалтер и так далее, если их объединить вместе, то можно сэкономить на бухгалтере, можно сэкономить на должности главврача на зарплате, если 20 объединить в одно. У нас в корабельном районе все эти отделения уже объединены, куда еще оптимизировать. Правильно, только резок по-живому остается. В городе есть необходимость, чтобы где-то уезжать. Ну, пусть сам объединяют больницы. А когда вам что-то разрывать, разъединять, и говорят, что сохранят рабочие места, переведут врача отсюда в город. Если сейчас к вам сюда приходят, будут ездить в город. Ну, это тоже, я считаю, неправильно. И вам неудобно добираться, у всех будет на ту же работу, в другой конец будет. Я ничего нового, наверное, не скажу. Просто хочется немножко заглянуть на стол. С 2009 года заговорили активно о оптимизации, реорганизации, структуризации медицины вообще в Украине. Появились новые приказы, неплохие приказы. Я их читал. Вы их тоже, наверное, кто-то читал, кто-то слышал. Нужно оптимизацию проводить, внедрять новые методы, открывать новые отделения. МРЖ по оказанию первой помощи неотложной. Почему? Потому что действительно от оказания своевременной первой неотложной помощи зависит дальнейшая судьба больного. Плановый больной, как плановый больной, пришел, получил плановый порядок. Вот если вы больной дар. В результате родился приказ в 2009 году, в 2010, которые должны были работать. Они не работали. Затем, затем, я не называю фамилии, кто оно, не важно, функционеры вверху, придумали пилотные проекты. Давайте попробуем реорганизуем медицину. С плавами определили области, вы помните, три области, да? Генера Петрова, Стреница, да? И передовики медицины Николаевича, не будем называть их фамилии, решили, что мы тоже будем по своей инициативе пилотный проект проводить. В результате в районе родилось три главных врача. Плюс был один, который руководил, вы все знаете, как руководил, как мы работали спокойно, нормально. Вот так разъединили, разбили. Больные в шоке. Попасть к русскому специалисту сложнее стало. Да, нужно пойти к семейному, взять направление. Мы имеем сегодня результат пилотного проекта, да? Имеем. Не буду я убеждать вас, хорошо это или плохо, вы все это видите сами. Каждый нужно оценить по-своему. Теперь, в прошлом году, городские власти, давайте возьмем больницу. Так? Многие присутствовали. Я тоже тогда выступал и говорил, а вы можете дать гарантию, что тут наша больница переходит в город, и вы сохраните кафе? Конечно. Конечно. Я высказывал, многие высказывали, поверьте мне, в город придем, и будут назначать своего врача, своих людей, это однозначно. Так, к сожалению, все это делается. И вот, очередное новое руководство пришло, очень грамотное, которое очень знает, глубоко, хирургическую помощь, и прочие помощи, тоже не называем фамилии, вы, наверное, тоже знаете. И он говорит, вот это не правильно, вот это ерунда, вот это чепуха, вот это я не хочу, вот это я брать не буду. И понимаете? Человек говорит, я брать не буду. Она берет на рынке, вот это я беру, а это не беру, потому что я великая. Дается указание нашей администрации, администрация, быстренько рождает приказ. Уже приказ есть, уже люди ознакомливаются, то есть мы выполняем указания, эффектив умных людей. Никто не спросил, не просчитал. И говорят, что 20 лет назад было так, а сейчас мы можем просто, спокойно работать уже и проще, сократив людей. Я спрашиваю у вас, заведующее отделение, старшие сестры, скажите, что было 20-30 лет назад? Что вы делали? Вы делали, вы писали требования, подписывали, он и шмеда, получали с хозяйки на складе, Медикаменты, мумарки, перчатки, лекарства, правильно? Да. А сегодня что надо делать? Нужно найти деньги. Где? Бемогроши. Ищите. И сегодня занимается, сотрудники отделения, во главе с заведующим, старшие, хозяйки, где найти деньги? За что купить? Мыло, полотенца, перчатки. То есть, в принципе, мы работаем так же, как и 30 лет назад, только немножко не так. И мы с удовольствием почитали приказ, зла врача подписаны, по сокращению, мы быстро выполнили приказ, указание умных, грамотных людей. Приказ этот, сегодня, уничтожает хирургическую помощь. Я говорю о хирургии, почему? Потому что я работаю хирургом. Хирургом давно, с 95-го года, высшие категории, и немножко эту работу знаю, немножко лучше, чем многие, не связанные с хирургией. И сегодня я вижу, что отделение сорококончное, с одним дежурным хирургом, и кто там же, с урезанной службой, с отсутствием кургентных, узистов, эндоскопистов, рентгенологов и так далее, не в состоянии соответствовать сегодняшнему времени. Я считаю, что тогда, в таком случае, если создавать такое отделение, нужно тогда сократить его вообще, чтобы человек, придя сюда, не думал, что он получит квалифицированную помощь. Потому что если будет дежурить один хирург, и теперь будет говорить, кто дежурит, надо будет посмотреть, не будет этой помощи, квалифицированной, той, которой положено. Я думаю, что сегодня, сегодня уже возникла такая тенденция, чтобы открывать отделение мощное, грамотное, чтобы мы соответствовали хотя бы немножечко даже тем, которые на Украине, не на вирусе, там, Европе, мире и так далее. На Украине уже сегодня люди работают, вы знаете, как они работают, можно, так сказать, почитать, в интернете посмотреть. А сегодня город, беря нас в таком курсном состоянии, он больницу уничтожит. Вольницу уничтожит. И, Юрий, вы помните, наверное, в прошлом году, мы возьмем в больницу, сохраним все. Помните или нет? Это же было, это же его слова. И запись была эта. Не это сегодня, анализ нет, и мы отход же. Но пришел другой человек, занял кресло, и говорит, да вы что? Причем грамотный человек, который проанализировал, сделал анализ глубокий, посоветовался, и дал указания. И понимаешь, надоели так на администрацию, что деваться некуда, давайте сокращать. Я считаю, что это неправильно, это мое мнение, можете с ним соглашаться, может нет, но я его высказал. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что это был друг души, и я думаю, что полностью совпадает с вашим мнением. Это действительно так, так как было это сказано, я полностью поддерживаю. Да, к сожалению, у нас еще сверху придавили, мы что-то делаем, но это не потому, что мы этого хотели, а то, что вот такое придавление. И действительно, это встреча была с Андреевичем, и действительно, это было сказано, что все так остается. Вот мы теперь в реалии эти видимы, что... Но сейчас хотя бы нужно все силы приложить, чтобы больше, как говорят, это еще не конец, это еще будет. Так что, вот второго захода, чтобы ни в коем случае не было. Мы хотим все-таки, чтобы остались вот эти кадры сильные, мощные, чтобы они продолжали работать, чтобы мы оказывали эту помощь необходимую для людей. И я думаю, что вы все со мной согласны, и весь коллектив в больнице. Мы будем рады, если нам поможут кого-нибудь, депутаты, поможут пресса, и может быть, нас услышат. Кто-то еще хочет, мы с вами? Я полностью согласна со всем, что Андрей Никай сказал. Я хочу только добавить отношения кадров наших. Вот давайте бережнее обращаясь к администрации, относиться к врачам, к медсестрам, ко всему персоналу. Посмотрите, у нас кадровый состав, основные все пенсионеры. Если у нас кто-то молодой появляется, то уже молодой появился доктор. Понимаете, через 5-10 лет оказывать помощь не только у нас будет некому, а по городу. Низкая заплата, малая удовлетворенность, а есть еще и раскуроченная больница, попробуйте молодежь сюда привезти, чему-то научить. Поэтому я призываю то, что может сделать больница сама, вот каждое отделение может сказать, ну, можно там полставочки сохранить, можно ставку, можно что-то в дневной стационар перевезти, но раскурочивать больницу мы все будем против. Все, я думаю, пациенты нас поддержат. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще кто хочет выступить? Давайте, не сидите, говорите. Я еще, наверное, задавался. Вы правильно сказали про то, что раньше не финансировали, они были вынуждены сам. Приходят вот церкви к вас, и вы им говорите, нужно купить то, то и то. У людей возникает вопрос о взводе коррупции, взятки и так далее. А почему у него возникает вопрос? Потому что человек платит налоги, эти налоги должны пойти через бюджет и прийти в больницу. Когда он заплатил налоги, на будущее вдруг запомнился, заболел, пришел, а денег нет. Значит, но их не вы взяли, да? Человек заплатил, товар не дожил. Значит, где-то разорвалась цепочка, да, вот этого финансирования. Может быть, обратить больше внимания на то, что не больницу нужно сокращать, а нужно запрашивать, где эти деньги в бюджете. Бюджет у нас сейчас все время, в предприятии, увеличивается бюджет, местные бюджеты укрепляются, нужно увеличивать финансирование больницы. Но правильно говорится о том, что наш район, ну, у нас половину городского бюджета обеспечивает.